МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курган, 40-0109. Звоните, пожалуйста, и подключайтесь к нашей беседе и задавайте интересующие вас вопросы. Ну, а я вам представлю нашего сегодняшнего гостя. Итак, у нас в студии прямого эфира Карласов Саят Маратович, руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля области ЖТСУ. Итак, здравствуйте. Спасибо, Антон, за что пригласили. Здравствуйте, телезрители. Первый вопрос, Саят Маратович, к вам такого порядка. Какие госуслуги оказывает ГАСК, поскольку мы часто слышим, особенно это слово, эту аббревиатуру, когда сталкиваемся с различными строительными работами? Управлением ГАСК государственные услуги оказывают по шести лицензиям, которые на выдачу лицензий именно на изыскательные деятельности, потом выдача лицензий на проектную деятельность, потом лицензия на строительно-монтажную работу и аттестаты, аккредитации организации. Аттестаты именно на авторских надзоров и технических надзоров. То есть достаточно большой объем работы выполняется? Да, да. Это получается, что к вам приходят люди, сдают какие-то определенные экзамены на знания, вы проверяете, даете им разрешение на проведение тех или иных работ? Ну, все услуги оказывают в электронном формате, то есть контакт с исполнительным там исключен. Как вы знаете, сейчас посредством веб-портала сдаются документы. Если соответствующие документы все правильно, тогда уже автоматизированном виде выдается данные документы. А скажите, пожалуйста, больше к вам обращаются частных организаций или все-таки это большие строительные компании пользуются услугами ГАСКО? Ну, как обычно, в основном частные. Именно вид на этот получить аттестат технического надзора, авторского надзора. В основном, где крупные предприятия, на первые категории лицензии получить, основные, вторые категории лицензии имеющие компании обращаются. Иногда первые, которые третьи категории лицензии получают, когда первый раз лицензию получают. Ну, когда как разные. То есть, получается, без вашего разрешения никто строительством не занимается. То есть, вы даете лицензии, эти люди уже потом занимаются строительством. Естественно, что всегда говорят так, ГАСК проверит, ГАСК выявит. ГАСК знает, какие там нарушения. Вот сколько нарушений выявлено было вашим управлением и сотрудниками вашего управления в текущем году именно в области строительства? Ну, касательно по выявлению проверки, у нас два метода контроля качества проводятся. Это общий мониторинг делаем. Это плановая проверка и является внеплановой проверкой. Это плановая проверка, когда уже в начале года, когда уже у нас в реестре, которые получали уведомление на начало строительную работу, они мы составляем план. Это в виде профилактики, там цель не стоит выявлять нарушения, чтобы не допускать такие нарушения, чтобы на строительных объектах были. А внеплановое это относится, когда уже обращаются физические лица, уже юридические лица о том, что там производится с нарушением каких-то, либо строительный монтаж на работу, указываются там конкретные объективные причины. И тогда уже мы входим на объект проверку с регистрированным в органах прокуратуры по выявлению данных замечаний. А кто может подать на проверку на том или ином объекте? Могу ли я просто как гражданин, ну, прошел я мимо стройки большой, смотрю, ну, вот, кажется, они нарушают там, и быстренько раз на портал вам написал, проведите там проверку. Будет ли, или для этого нужен какой-то, не знаю, специалист, который подаст заявку на проверку? Это любой, любой гражданин Республики Казахстан могут подать, если в любом виде на бумажном можем принимать в консилер, официально, даже в электронном формате, есть официальный сайт управления государственной архитектурной контроли. То есть, независимо от того, специалист, не специалист. Любой гражданин имеет право. Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкурган, 872-82, собственно говоря, сам номер телефона 40-0109, а у нас есть телефонный звонок и, соответственно, вопрос от нашего телезрителя. Алло, у меня такой вопрос. Вот подводят газ к дому, завести вот дом дорого что-то, 6 тысяч, 700 тысяч. Это теперь год и есть с пенсионерами, одинокими, инвалидами. Вы знаете... И так, может, решаться будет вопрос. У меня, например, нет 600 тысяч, 700 тысяч этих денег, чтобы запустить газ к дому. Я, конечно, извиняюсь, спасибо вам за вопрос, но он несколько не по адресу. Дело в том, что наш сегодняшний гость занимается именно архитектурно-строительным контролем, но не занимается проводкой газа и все, что связано с этим. Поэтому вам, скорее всего, необходимо будет обратиться в газоснабжающую организацию, попросить о каких-то скидках, льготах. И, насколько мне на сегодняшний день известно, существуют такие льготы небольшие, небольшие скидки, рассрочки. Все это можно узнать именно в газоснабжающей компании. Поэтому, извините, пожалуйста, ваш вопрос несколько не по адресу. Но мы продолжим наш с вами разговор. Скажите, пожалуйста, вот о проверках. Продолжаем разговор о проверках. Какие виды проверок у вас осуществляются? Сколько их существует? И насколько просто или сложно вам на сегодня, вашим специалистам, попасть на тот или иной строительный объект? Ведь некоторые находятся, допустим, большие дома, какие-то объекты возводят, частные строительные компании, которые обнесли все это дело забором. И говорят, все, иди отсюда, не подходи, мы тут сами разберемся. Ну, здесь на каждом строительном объекте, если он получил, соответственно, разрешительный документ или там уводомление, сейчас разрешительное убрали, то, что уводомление получил, уже там уже должен иметься технический надзор, который организация специальная, чтобы контролировали качество. Соответственно, законом каждый месяц один раз данные технические надзоры, которые имеющие соответствующее отстатые, должны обязаны давать отчет управления ГАСК, что там указываются все данные, какие материалы применяются, какие сертификации соответствия есть, соответственно, качество, лабораторные заключения. Соответственно, с этим мониторингом мы проводим работу в случае нестыковки данных документов, например, какие-либо отсутствуют будут документы. Конечно, мы будем запрашивать данных документов. Если, соответственно, все документы есть, тогда уже данный пункт без подчищения мы не делаем. Как таково, на любом объекте, имеющий технический надзор, авторский надзор есть, они тоже на местах контролируют качество и, соответственно, применяемых материалов. А вот касаемо качества применяемых материалов, это всегда, знаете, вопрос такой спорный, все всегда говорят, вот, там, некачественный строят, некачественный материал. Скажите, проводится ли у вас вот такая вот проверка, из чего возводят тот или иной жилой дом? Существуют ли лаборатории, в которых даются заключения, что да, действительно, этот кирпич соответствует или там этот блок соответствует, его можно, этот нельзя использовать? Ну, на любом строительном объекте, в соответствии с проектом разработанным, будет строиться. Если какие-либо вопросы возникают, например, какие-то материалы вызывают сомнения касательно по качеству, соответственно, мы технического надзора будем требовать заключения с лабораторией, которая будет отвечать той или иной стандартам. Если не будет соответствовать, тогда уже впоследствии будет налагаться, будут даваться предписания, потом до устранения будем требовать, что данных замечаний, чтобы они устранили. Скажите, пожалуйста, а были ли на вашей памяти такие случаи, когда вам приходилось, вот именно из-за, может быть, некачественного материала, который используют некоторые строительные компании, ну, реально останавливать стройку, говорят, ребят, так строить не пойдет, мы останавливаем вот это строительство ваше, пока вы не устраните все эти замечания, пока не поставите качественный кирпич, пока не зальете хороший фундамент. Ну, сейчас, как таково, таких материалов нет. Сейчас многие материалы, сертификаты полученные, которые имеющие лицензии ТООшкин, такие нарушения стараются не допускать, потому что есть ответственность. В конце, когда объект будет завершаться, он дает соответствие декларации, что он гарантирует, что в соответствии с проектом построил данный объект. Поэтому такие моменты часто не встречаются. Отвечает в любом случае тот человек, который строит, эта организация. Спасибо. А у нас есть еще один вопрос от нашего телезрителя, но прежде чем мы его услышим, я напомню, номер телефона прямого эфира программы «Сегодня». Код города Талдыкурган 8-72-82, и, собственно говоря, сам номер телефона 40-0-1-0-9. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы, а мы слушаем очередной вопрос от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по той информации, которую мы располагаем, которую вы располагаете, наверняка вы согласитесь со мной, что качество оставляет желать лучшего, мягко говоря, строительства. Как вы считаете, можно что-то сделать, чтобы качество действительно было таким, каким оно должно быть? Или это из области фантастики и идеалистический взгляд и желание? И что конкретно, на ваш взгляд, можно сегодня сделать для повышения качества строительства в нашей стране? Спасибо. Спасибо. Вопрос такой интересный. На ваш взгляд, что можно сделать, чтобы улучшить качество возводимых объектов? Улучшить качество? Здесь можно говорить так, если данный проект, когда прежде чем строить, он разрабатывается, это ПСД, проект цементрной документации, там рассматривает самые качественные материалы, веек прочности, расчеты будет делать. Соответственно, любой человек, он никогда, он завтра за этот объект придется отвечать. То есть, имеющий лицензию проектной организации, старается не допускать некачественных материалов туда. Он проходит соответствующую экспертизу. Но касательно, если в каких-то расчетах ошибки, конструкторы, которые проект разрабатывающие, они большим запасом берут. То есть, здесь факторы каких-то разговоров о качестве, что трудновато будет говорить. То есть, соответствующий специалист, конструктор с большим запасом расчет на конструкцию делает. То есть, там учитывается вплоть до погодных условий, моменты. То есть, например, программа, если указывает на колонии или на несущих стенах, арматуру условно было говорить, что 18-й размер, он запасом, что каких-то моментов будет повлиять погодные условия. Он старается запасом закладывать таких расчетов. То есть, полностью отвечают за это проектировщики и те, кто, собственно, составлял эти документации. И, естественно, что, наверное, если какие-то недочеты в строительстве, то это уже вина, наверное, строителей. Следующий вопрос такого порядка. Вот сегодня наша страна, но это очень хорошо, что в повсеместном стране и, в частности, в нашей области ЖТСУ ведется большое строительство. Я имею в виду не только большие дома, большие проекты, но и индивидуальное жилищное строительство. Попадают ли вот эти строения под вашу юрисдикцию, под юрисдикцию вашей организации? Проверяете ли вы как-то граждан, которые строят свои дома? Захотел я построить дом, обязательно мне идти в ГАСК. Ну, в дальнейшем жилищного строительства до двух этажей органам ГАСК не инспектируется. Только инспектируются бюджетные, не желаемые, не жилые дома и выше двух этажей. То есть, где можно сказать, что массовая угроза, составляющая моменты, если есть, там обязательно в порядке контролируется, то есть инспектируется. А в ИЖС, то есть я могу спокойно брать и строить? В ИЖС может получить, соответственно, архитектурно-планетическое задание, разработать эскизный проект, и дальше может строить. То есть органам ГАСК не инспектируется. Замечательно. Сегодня мы частенько видим в социальных сетях, когда наши люди снимают дома, многоэтажные дома, где-то там облицовка упала, ну, новые дома, скажем так, где-то еще что-то, где-то, не знаю, ступенька, там фундамент, что-то на их взгляд, какие-то недочеты в работе они выявляют. Имеется ли у вас специальный блок в социальных сетях для обращения, таких обращений граждан? Именно не в том, что просто сняли и так всем показали, а именно, на мой взгляд, если мы что-то сняли, какое-то нарушение, с этим же надо что-то делать, правильно же? Вот есть ли у вас адрес в социальных сетях, куда граждане могут отправлять? Конечно, есть, даже в аппарате акиментной области есть специальный сайт, где может гражданин свои направлять информации, просьбы какие-то, и в управлении ГАСК тоже имеется официальная канцелярия, веб-сайты, Инстаграм, Фейсбук, там буквально оперативно реагируется на этот вопрос, и сразу ответы своевременно дают граждану. Такой вопрос немаловажный. Мы вот тоже часто говорим, вот какой-то объект, мы считаем, что он аварийный. Как определяется аварийность тех или иных объектов? Как можно сказать, что вот, ну, мы видим, вот, часто говорили о ветхом жилье. Вот в Талдыкургане, к примеру, мы были наконец-то признаны ветхим жильем и аварийным несколько домов в районе новостройки. И жильцам, естественно, дали новые сейчас квартиры, жилье предоставили. Вот как определяется, что объект действительно аварийный и несет угрозу жизни и здоровья граждан? Ну, на такие объекты специально имеющие лицензии аккредитованные проектные организации дают заключение. То есть там обследуют разными видами способов и в конце он дает заключение о том, что какие нормативные документации он не соответствует или требованиям не соответствует. Соответственно, на основании заключения уже данное заключение считается обоснованным. Тогда уже ваши специалисты тоже принимают участие в этом? Или вы даете заключение на проведение проверок? Нет, заключение дает специализированная организация, которая имеющая такой вид деятельности, и лицензии. В целом, как вы, Савет Маратович, оцениваете состояние нашего жилого фонда, социальных объектов, насколько они у нас сегодня соответствуют всем требованиям, строительным нормам, на ваш взгляд? Ну, в целом, если сравнительно взять, в последнее время применение норматива уже изменилось. То есть, саму конструкцию сделания тоже изменилось. Ну, так можно говорить, что не так много. Ну, в основном, на хорошую сторону. В лучшую сторону изменения есть. То есть, чему это способствует новые материалы, которые мы используем? Современные материалы, применение новых технологий, изготовление, например, бетонных изделий тоже, заводские металлические изделия тоже, официально из этих заводов делается. Ну, как раньше, таких нету выявленных. То есть, мы пришли уже достаточно к серьезным вопросам строительства, то есть, уже более жесткой контролем. Более жестким тревогом. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению. У вас есть буквально пару минут для того, чтобы что-то пожелать нашим телезрителям и тем людям, которые занимаются строительством, ну и, скажем так, вашим потенциальным клиентам, которые могут обратиться с каким-то вопросом в главный архитектурно-строительный контроль. Пожалуйста. Ну, здесь можно сказать, что в любом случае данное управление ГАЗ контролирует именно касающиеся качества строительства и контролирующие именно технических надзоров. Как такова нарушения на сегодняшний день выявленных на территории области нет. То есть, незаконные строительства тоже отсутствуют. Есть такие самовольные, может быть, строения на своем участке без оформления соответствующих документов имеются, но они, по ходу, потом узаконяют. Можно узаконивать. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы, просветить в некоторых из них и объяснить все-таки, чем же занимается у нас ГАЗ и куда обращаться людям в случае тех или иных проблем, связанных со строительством. Спасибо большое еще раз. Ну, а нашим телезрителям я бы хотел пожелать только одного, чтобы все, что мы делаем, всегда было на законной основе. Если мы взялись строить, то строили на совесть. Ну, я думаю, что каждый понимает, что от того, как хорошо мы будем делать то или иное дело, зависит и в целом наше благосостояние. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова